Добрый день, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы познакомимся с творчеством одного из великих шахматистов мира, Пау Чарльзом Морфи. Пау Морфи родился в Новом Орлеане 22 июня 1937 года. В возрасте 10 лет он познакомился с правилами шахматной игры, а через два года овладел ее тайнами. 12-летний вундеркинд победил своего учителя и год спустя стал первоклассным мастером. Игра Пау Ли Морфи отличалась исключительным богатством шахматных комбинаций. Надо сказать, что известный немецкий философ Артур Шопенгауэр совершенно правильно заметил, что ум это фонарь, который светит над каждым человеком, а гений освещает весь мир. Как раз Пау Чарльз Морфи был признанным гением на все времена. В интервью шахматной газете 64 в 1937 году чемпион мира Макс Эйве правильно заметил, что Морфи принято называть величайшим шахматным гением всех времен. Если отличительным признаком гения является то, что он уходит далеко вперед по сравнению со своей эпохой, то Морфи был шахматным гением в наиболее совершенном выражении. При всех обстоятельствах, даже перенесенной в значительно более поздную эпоху, пол-часть Морфи сохранил бы свою репутацию шахматного гения. Надо сказать, что Морфи уже в 19 лет выиграл у своего соперника Руссо. Это был один из величайших шахматистов страны. А в 13 лет он победил Левенталя и набрал полтора очка против полочка. И продолжал Морфи гастролировать в Соединенных Штатах Америки. Следует заметить, что в семье Морфи в шахматы играли его отец, старший брат, дед со стороны матери и его дядя, которого звали Эрнест. Эрнест был одним из лучших шахматистов Нового Орлеана. Морфи очень активно изучал шахматную литературу. В его библиотеке были целый сборник партии Лондонского международного турнира с примечаниями Говарда Стаунтона, популярный учебник Клинга и Горвица, известный журнал, который выпускался в Париже, это Режанс. И этот журнал издавался Кизерицким. Следует сказать, что Морфи в Ауэзианском университете получил юридическое образование. Он прошел пятилетний курс за два года и готовился к юридической практике. В декабре 1858 года состоялся шахматный турнир, матч между Пауэлем Чарльзом Морфи и Андерсоном. Морфи победил Андерсона со счетом 7 побед, 2 поражения при двух ничьих. 11-я партия игралась в последние дни угасающего 1858 года. После 35 ходов фигуры Морфи грозно нависли над позицией аркировки Черного Короля. Андерсон долго искал спасения, затем опустил голову и закрыл рукой свои глаза. По высому блестящему как слоновую кость черепу стекали мелкие капельки. Его поражение стало фактом. Андерсон отнял руку и выпрямился в кресле, а все молчали. Мсье Морфи, сказал на своем ужасном французском языке Андерсон, вы выиграли у меня матч, потому что вы сильнее меня. Вы сильнее всех игроков мира, живых и мертвых. Я горд, что живу в одно время вместе с вами. Никто не смеялся над его грубым прусским акцентом. В мире нет другого игрока, он гордоливо поднял уйсую голову, которая справилась бы с Адольфом Андерсоном со счетом 7-2. Мсье Морфи, сказал Андерсон, я сдаю матч и поздравляю вас, сильнейшего шахматиста всех времен. Играя с Морфи, писал Андерсон в письме Клаза, нельзя надеяться на просмотр им каких-либо тонкостей. А наоборот, необходимо считаться с тем, что имеет место возможность каких-либо промахов с его стороны. И это почти исключено, потому что Морфи играл достаточно точно. Если Морфи делает ход, который кажется противнику весьма желанным, то если этот ход проанализировать, то мы убеждаемся в правильности мыслей Пауля Морфи и в ошибочности идей, которые оказались просто легко осуществимыми. Впечатление, которое на меня произвел Пауль Морфи, я не могу иначе выразить, если скажу, что он относится к шахматам к серьезностью и добросовестностью художника. И для него каждая партия, это не просто приятное времяпрепровождение, а достаточно достойное разрешение проблемы. В 1863 году Морфи посещает Париж и играет легкие с партией, с Монгредиеном, Арнуто де Ривьером. Морфи и Ривьер анализируют ряд позиций для своей задуманной книги. Этим и ограничивается программа ихней поездки. Надо сказать, что Морфи был нервным и впечатлительным. Он страдал психическим недугом. Его болезнь из тонкой меланхолии постепенно переросла в манию преследования. Пауль Чарльз Морфи скончался 10 июля 1884 года. На тот момент ему было всего 48 лет. Юрист по профессии, он заявлял, что никогда не был шахматным профессионалом. Во время торжества, по случаю его побед в Европе, он сделал такие заявления о своем понимании шахмат. Это не только самое восхитительное и более других, связанное с наукой, но и наиболее нравственное из всех развлечений. В отличие от других игр, в которых конечной целью является материальная выгода, шахматы хороши сами по себе. Ведь безмолвное сражение на шахматной доске идет не за призы и не за почести. Это исключительно выдающаяся игра, игра фиософов. Стоит только шахматным доскам заменить карточные столы, и вы сразу заметите значительное улучшение морали в обществе. Шахматы никогда не были и никогда не станут быть более, чем формой досуга. Им не следует потворствовать в ущерб другим, более серьезным занятиям. Не стоит увлекаться и придавать большое значение высказываниям тех, кто поклоняется им как святыне. Шахматы не должны выходить на передний план. Следует ограничиться той сферой применения, которую они и составляют. То есть быть простой игрой, средством отдыха, авторопривратности жизни. В таком качестве они заслуживают безусловного одобрения. Современники задавались вопросом, в чем причина невероятных успехов поломорфия? Объясняются ли они его превосходным комбинационным даром? Ведь Адольф Андерсон обладал не менее острым тактическим чутьем и исключительно умело комбинировал. Однако поломорфий превосходил его и других шахматистов в стратегии, тактике и понимании позиции. Поломорфий понял огромную роль пешечного центра. Получив перевес в развитии пространства, он предпринимал активные пешечные прорывы, при этом жертвуя одну или несколько пешек. Чтобы создать предпосылки для таких действий, морфий добивался скорейшей мобилизации своих сил, придавая исключительное значение фактору времени. В чем-то он похож по стилю игры на Владимира Крамника. Он тоже всегда стремится к мобилизации сил, мобилизации своих фигур. Чтобы затруднить развитие сил соперника и выиграть темпы, поломорфий прибегал к жертвам. Инициатива, энергия, темп – это были характерные черты его шахматного таланта, шахматного творчества. Морфий использовал потерю времени соперникам и наказывал его незамедлительно. Играя белыми фигурами, морфий создавал предпосылки для атаки, а черными стремился к перехвату инициативы. Ему недостаточно было просто уравнять игру, он хотел и добивался большего, а именно получить возможность диктовать сопернику свою волю. Совершив прорыв, морфий вскрывал линии. Он концентрировал силы, вел активные действия по вертикалям и диагоналям, на ферзьевом фланге, на королевском фланге. Фигуры морфий приобретали огромную мощь. И на направлении главного удара морфий и получал значительный перевес. Многие его партии он заканчивал массированной активной атакой на короля соперника, а также энергичными компенсационными ударами. Эти удары добивали расстроенные силы соперника. Следует отметить, что морфий отлично владел техникой эндшпиля и никогда не боялся разменивать ферзей, чтобы добиться перевеса в окончании. Ясный позиционный перевес в эндшпиле он ставил выше возможности выигрыша через какие-либо осложнения. У морфий было природное чувство гармонии на шахматной доске, так же как у Макса Эйве. Он умел достигать идеального взаимодействия своих фигур и пешек. Морфий отлично усвоил идею Фелидора о том, что пешки – это душа шахмат. И извлекал из своих фигур максимум кинетической энергии. Комбинации Пауэль-Морфия рождались у него самым естественным образом. По мнению чемпиона мира Александра Алехина, сила морфий заключалась в глубоко продуманной позиционной игре преимущественно агрессивного характера. Следует сказать, что до настоящего времени Пауэль-Морфия является непревзойденным мастером открытых игр. Насколько велико его значение, это видно из того, что ничего существенного нового после Морфия не было создано. Его шахматные комбинации изучают во всем мире, во всех школах. Шестой чемпион мира по шахматам Михаил Моисеевич Ботвинник совершенно правильно заметил то, что каждый шахматист от начинающего до мастера должен в своей практике снова и снова возвращаться к творчеству этого гениального американца. Для того, чтобы лучше и лучше оттачивать свое шахматное мастерство. В следующем видео мы разберем партию Пауа Чарльза Морфия. Это шестая партия матча между Паульсоном и Морфия. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Ставьте лайк. Увидимся снова.